Доброго здоровья, друзья! Снимал я, короче, предыдущую серию, но случилось маленькое несчастье. Сдох микрофон. Поэтому все, что было сделано в прошлой серии, получается, было сделано за кадром. Накладывать звук, что-то мне лениво. Что было сделано? Была построена таверна. Место, где будут жить наши жители, а также приходить новые кольцы, которых можно нанять. У каждого такого товарища есть свои характеристики. Так, давайте-ка мы его покормим. Ненадолго останется еще. О, покормились. Выносливость. 20. Знание. Интеллект. Ну, пока, честно говоря, пока он нам не нужен. Почему таверна всегда ставится следующий за ратушей, даже перед ратушей? Потому что у таверны есть место, как раз на четыре кровати ставится, где жильцы и будут проживать. Первоначальная четверка, квартет, будет жить здесь, пока не будут построены дома. То есть, хотя бы хоть какая-то крыша над головой у них будет. Раньше, когда несколько лет назад я играл с этим модом, у жильцов была большая проблема с переходом в сон. 10 часов, 11 часов по местному времени они продолжали работать, и их надо было заставлять пинком под зад отправлять спать. Сейчас нет. 6 вечера по местному времени они все бегут с парки. Дальше. Был построен второй строитель. Я никому не навязываю, но я все-таки считаю, что второй строитель в самом начале желателен. Почему? Если вы строите сразу несколько, хотите строить сразу несколько зданий, сами понимаете, один строитель строит только одно. Пока одно построил, второе не строится. Поэтому второй строитель не мастхэв, как говорят, но желателен. Второй строитель у меня занимался дорогами. Вот эти вот дороги, которые я, почему я и делал, между зданиями, три блок шириной, как раз четко под дорогу. И вот строитель как раз, второй и занимался строительством дорог. Закончилось строительство ратуши. Которое съело у меня абсолютно все ресурсы, которые у меня были заготовлены. Одного булыжника сюда ушло 10 стаков. Все, что было. Булыжника у меня там осталось, по-моему, полтора стаков всего лишь на все. Поэтому надо будет сейчас заготавливать булыгу полностью. Плюс дуб. Это и дуб, это и заборы, это и ступеньки, которые пошли на крышу. Все, все ушло туда. О! Ты закопался несчастный. Так вот они строят. Да, кстати, насчет дорог. Я говорил, что я не буду делать, скорее всего, возможно, когда-нибудь дороги второго уровня и выше их три всего. Но, если вы будете строить дороги, захотите их улучшить, открываем люк. Снизу есть контролер декорации, где вы можете починить дорогу или ее улучшить. Вот. Сейчас мы этого хатчика вытащим. И продолжим. Брайан. Цыпа-цыпа. Поэтому желательно, конечно, чтобы два строителя было у вас на подхвате. Дальше. Почему я так смело вот в этой части построил, поставил эту мини-электростанцию? Потому, что вот здесь будет разбит парк. Парк имеет по ширине ширину меньше, чем ратушку. Парк находится вот здесь. Заходите строительным своим тулом. Есть декорации. И вот парки. тут просто фонтан. Парк. Это вот этот. И парк-уэй. Он ставится на дороге. И имеет ширину чуть больше, чем, по-моему, 5 или 6. Впрочем, плюс 2 блока в сторону. Так. Сейчас я посплю и вернусь. Все колонисты легли спадки. Солнышко село, и все колонисты как по команде спать легли. И нам пора. Да, вы уже заметили, что я здесь сделал выход себе отдельный. Дальше. Дальше. Надо ставить опять заново леса строить. Делать. Выращивать. Потому что дерева у меня больше нет. Камня у меня больше нет. Что дальше будет строиться? Ой, ось, ходи. Прятался. Как тебя зовут? Лондон. Мать твою, блин. Товарищ Лондон. Так. Где ты, товарищ? А это не наш. А это не наш. Ну и сиди там тогда. Дальше. Что мы будем строить дальше? За кадром я буду подготавливать материалы. Выращиваю дерево. Много дерева. Как дуба, так и ель. Потому что дуб и ель это в основном основные материалы для строителей. Дальше наковыряю огромное количество булыги. Закончу еще тут немножко дороги. кто такой? Ловкость, проворство, выносливость, знание, интеллект. Вы знаете, это был бы неплохим курьером, дорогие мои. Им как раз и нужно проворство, выносливость. это как один из их основных характеристик. Ну и что касается дорог, вот видите, как раз выход из здания соединяется с дорогой. Так что следующее, что будет построено, это лесник, это шахтер. Ах, закончил. Молодец какой. Так, давай-ка ты вот здесь вот дорожку продли, пожалуйста, инфраструктура, улица, какой-нибудь из этих. Ах, ты где? А чё ты туда залез? Нифигасе. Прятался, блин. Офигевшая дорога. Ой, перелёт, недолёт, попал. поехал. Материал у тебя есть, так что работай. Не отлынивать. Это шахтер. Шахтер будет добывать камень, всю необходимую, всё, что встретит. Ну и работа у него опасная. Потому что здесь внизу, как вы могли заметить, огромное количество пищи. Огромное просто. и частенько он будет просто проваливать. Если он застревает, его надо будет вытаскивать. Ну и требуется для него огромное количество материалов и ресурсов. Ему нужны лестницы, ему нужны заборы, ему много чего нужно. Камень, большое количество камня. Дальше лесник, товарищ, который будет выращивать деревья. Нужно будет сразу склад построить, нужно будет построить курьера, который будет собирать отовсюду. Все, что они производят, у лесника дерева, у шахтера бедный товарищ, у шахтера тот же камень, руду, который он найдет, да неважно. И есть тут один у меня хачик, который бегал и лезно просил, чтобы я ему рыбака поставил. О, и этот там зацел. Шо вы так любите прятаться, ёкарный бабай? Товарищ Брайан, ты не офигел? Товарищ лезно хочет, чтобы я ему построил хижину рыбака. Ну, а дальше, дальше, где наша колония? Дальше необходимо будет построить ресторан, место, где будут готовить еду для жителей. Они будут туда приходить, когда проголодают, сюда приходить и забирать готовую еду. Ну, а пекарня, это все, что связано с хлебом, тут будет вращиваться, тут готовиться будет. Вот лесоруб шахта. Ну, стражевая башня пока не сильно необходима, ее задача охранять. Там будет жить охранник, страж. Так, товарищ, что ты с этими лопатами делаешь, тетя? У тебя лоп... А у тебя лопаты... А, у тебя. Давай мы тебе еще одну лопаточку сделаем. Так, так, как запросы лопаточка на. Рыбак будет нам добывать рыбу, но кроме рыбы, рыбак может... Ну, как и мы, если будем ловить рыбу, у нас есть шанс, что кроме рыбы мы что-нибудь интересное вырисим. Так, что рыбак тоже необходим. В дальнейшем, в дальнейшем, где? Вот, от склада, от шахты и хижины лесоруба, вот как раз склад. И хижина курьера. Здесь живет курьер, который работает со складом. Все приносит на склад. И товарищи, которые хоть что-то делают, библиотека, школа, башни чародеи, больницы, университет. Тоже необходимая вещь, где мы будем прокачивать наших жителей. Вот, курьеры доставляют все на склад, а также со склада разносят по различным строениям необходимые ресурсы. Дальше ферма, где будет выращиваться еда для ресторана. Котовод, свинопас, курятник, ну понятно кто, пасека, челки с медом, пастух, тут коровки, тут овечки, тут свинки. Дальше плантация, все что угодно, цветочки, лесопилка, товарищ, который из готовых бровен, деревьев, делает различные те же самые лестницы, те же самые калитки, заборы и так далее, и так далее. Красильщик, флетчер, я уже не помню, что делать. А, короче, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ну, а парк это чисто так. Его может и не быть, это уже от вас зависит. и что еще? Одного из строителей можно сразу переводить на второй уровень. Я так посмотрел, что не так уж много всего необходимо. Эти вещи делаются в специальном архитектуре, кутере, резчики архитектуры и так далее. вам покажу. Вещь, как говорится, must have, если вы занимаетесь строительством деревьев, потому что там огромное количество вещей делается именно в нем. Вот он. Тут то, что угодно есть. Различные типы панелек, калиток вертикальных этих самых юков, подставок, подсвечников, света разного, крыши. Тут дофига. Очень часто у вас будут их заказывать. Окей. Так, вытащи меня наружу. Звезды. Сейчас поспим. Луна-то вышла. Пать давай. Так что вот так. Сейчас надо высаживать леса очередные. Бегать за кулыгой, потому что много всего требуется. Даже вот обычной земли. У меня вся земля ушла вот на этот, на эту поляну. земли надо будет огромное количество. Разумеется, первые типы, первые тиры домов, они не так уж и интересны. Но в дальнейшем каждый домик, даже та же таверна, она будет раза в полтора выше. Домики строителя, ну, тоже это сумасшедший дом. там, где психи живут. А в смысле большая конструкция. Ну, а сам сама ратуша, наверное, видели, что она из себя представляет. Единственное, дома. Дома здесь трех типов. Даже трех, по-моему, сейчас посмотрим. Так, мы даже не здесь посмотрим. Сейчас мы место выберем. и глянем. Фундаментал. Дом. Четыре типа дома. Вот такой. Домик. Да, это жилой дом. И живут жители. Дальше. фрик хаус. Вот такой вот домик. Дальше. Домик диоритовый. Вот смотрите, пятый уровень. Первый уровень. Да, домик. Вот такая вот хибара в самом начале. Потом она становится двухэтажной деревянной. Потом постепенно, постепенно приобретает такой истинный вид. И просто дом. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Дом обнакновенный. Вот такие вот домики здесь. Жизнь. Ну, а наша девушка тут старается парковую зону делать. Ладно, мальчики, девочки. Вот такие вот изменения произошли. Поэтому я пошел заготавливать древесину. И чего? десять кирпичей, еще одна лопата испогонила. Ну, ты тетя. Вот чувствуется работник, да? Работа кипит. Дай тебе еще одну лопаточку. Вот. Так. Так. Открытые запросы получат. Вот я тут эту случайно нету. это нету. Так что вот так вот. Что-то я забыл, не забыл, не знаю, но на этом я закончу. Пойду я тут. Как я уже сказал, деревья выращивать, булыгу добывать и все остальное. А на это мы с вами попрощаемся. Всего вам хорошего. До скорых встреч.